Привет, меня зовут Кася и я эксперт по коммуникациям в TechSoup Europe. В этом эпизоде вы узнаете, как загружать ваши дизайны в разных форматах. Итак, наш дизайн готов. Что делать дальше? Укажите правильное название, чтобы позже вы могли найти его в своих папках, а также когда вы его загрузите, опубликуете или распечатаете, у вас все будет в полном порядке. Укажите правильное название, чтобы позже вы могли найти его в своих папках. А также, когда вы его загрузите, опубликуете или распечатаете, у вас все будет в полном порядке. Волшебная кнопка находится справа, вот здесь, в верхнем меню. Поэтому вы можете просто нажать «Скачать» и выбрать тип файла. Этот дизайн анимирован, поэтому Canva предлагает загрузить его в формате MP4, видео высокого качества. Если вам нужен какой-нибудь привлекательный контент, например, для Facebook, я рекомендую выбрать его, а не GIF, потому что GIF не будет автоматически воспроизводиться на Facebook. Видео там работает лучше. Если вы планируете использовать этот дизайн, например, в своем блоге, я рекомендую использовать изображение в формате JPG небольшого размера, потому что с таким файлом ваш сайт будет работать быстрее. PNG – это изображение высокого качества. Поэтому, если вы хотите создать замечательный дизайн для Instagram, я рекомендую этот формат. Если вы собираетесь позже работать над этим дизайном с графическими дизайнерами, и вам нужна четкая векторная графика, в Canva также есть такая функция для некоммерческих организаций. Я создала тот же дизайн, изменила его размер и сделала плакат. Так что давайте теперь изменим название на плакат, потому что я планирую напечатать его в типографии и опубликовать где-нибудь в моем городе. Такая возможность тоже существует. Вы можете выбрать файл PDF небольшого размера или распечатать его. Такой файл отличается высоким качеством и действительно отлично смотрится в печатном формате. Итак, это возможности скачивания файла на ваш компьютер. Но если вы подключите Canva к внешним приложениям, к внешним облачным сервисам, таким как Google Drive или Dropbox, то вы также сможете сохранить его там, если нажмете на три точки справа. У нас подключен Google Диск, поэтому я нажала вот здесь. Выбрала нужную папку, которая называется «Коммуникации». Давайте поместим ее, например, в «Вебинары». Я выбрала формат файла, это должен быть PDF. Нажимаю кнопку «Сохранить». И пока Canva готовит дизайн, я пойду к своему диску и проверю, здесь ли он. Да, плакат. Действую сейчас. Готов к использованию. И я могу поделиться им с моей командой или типографией. Это просто удивительно. Вот, я показываю вам, что все проекты здесь, в моих последних проектах, во всех проектах моей команды. Поэтому я всегда могу вернуться и поработать над ними позже. Если вам понравилось это видеопособие, следите за Техсупюро в соцсетях, чтобы получать больше образовательного контента. Мы в Техсуп облегчаем работу активистами некоммерческим организациям, предоставляем доступ к технологиям, ресурсам и сообществам. Субтитры создавал DimaTorzok